Hi, it's Natalie. И в этом видео мы разберем, как выполнять четвертое задание устной части ЕГЭ. Я вам дам единый образец, по которому вы сможете сравнивать две любые фотографии, если на них изображены люди. Может так произойти, что на экзамене вам потребуется сравнить две фотографии, где изображены животные, различные виды транспорта, две разные комнаты. Для таких случаев мы снимем другое видео. Итак, в этом задании вам нужно сравнить две фотографии. На подготовку вам будут даны полторы минуты, и затем вам надо будет говорить в течение двух минут и сказать примерно 12-15 фраз. Вам надо следовать предложенному плану, который состоит из пяти пунктов. Во-первых, вам надо дать краткое описание фотографии, сказать место и действие. Во-вторых, что общего? В-третьих, чем отличаются? В-четвертое, что бы вы предпочли? И пятое, сказать почему. В первом пункте вы говорите следующее. Фразы, написанные обычным шрифтом, вы не меняете, а выделенные слова вы заменяете другими, в зависимости от вашей фотографии. Давайте возьмем вот эти две фотографии. Вместо выделенных слов подставляем другие слова. И вот, что у нас получается. Let me tell you about these two pictures. In the first picture we can see a woman working in the office, and in the second picture we can see a man working outside. А теперь подготовьте первый пункт для этих двух фотографий. Нажмите на паузу и потренируйтесь, а потом сравните ваш ответ с моим. Итак, моя версия. Let me tell you about these two pictures. In the first picture we can see a man teaching the class at school. And in the second picture we can see a boy studying in the classroom. Во втором пункте плана вам нужно сказать, чем эти фотографии похожи друг на друга. Я предлагаю вам выбирать из этих пяти пунктов. Рекомендую вам выбрать только два из них. Во-первых, действие может быть одинаковое. Тогда вы говорите вот эту фразу. Во-вторых, место действия. В-третьих, возраст людей. В-четвертых, их эмоции. И в-пятых, одинаковая одежда. Для нашей фотографии выберем пункт 1 – похожие действия. И пункт 4 – эмоции людей. These pictures have a lot in common. Firstly, people in both pictures are working. As I said before, the woman is working in the office, and the man is working at the construction site. Secondly, both of them look focused and serious. А теперь подготовьте то же самое для ваших фотографий. Здесь я советую выбрать пункт 2 – место действия и пункт 4 – эмоции людей. Вот что у вас могло получиться. В-третьей части вам нужно рассказать, чем эти фотографии отличаются. Опять же, я вам предлагаю выбрать два из пяти возможных пунктов. Здесь у нас остаются те же пять пунктов. Во-первых, действия, место действия, возраст, эмоции и одежда. Для первой фотографии я выберу пункты 2 – место и 5 – одежда. Вот что у меня получилось. These pictures are also different in many ways. These people are in different places. The woman is in the office, whereas the man is at the building site. Also, they are dressed differently. The woman is wearing a formal suit, while the man is wearing a special uniform. Теперь вы потренируйтесь с вашими фотографиями. Я бы порекомендовала выбрать пункт 1 – разные действия и 5 – разная одежда. Итак, мой вариант. These pictures are also different in many ways. The man and the boy are doing different things. The boy is studying, while the man is teaching his class. Also, they are dressed differently. The man is wearing a shirt and a vest, whereas the boy is wearing a shirt and a tie. Четвертые и пятые пункты мы объединим. Здесь вам нужно сказать, какое действие или место действия вам больше нравится и объяснить, почему. As for what I would prefer, I'd probably prefer to work in the office rather than to work on the building site. I think that working in the office is more interesting and challenging than working on the building site. А теперь сделайте то же самое для вашей фотографии. И вот, что у меня получилось. As for what I would prefer, I would probably prefer to study rather than to teach. I think that studying is more exciting and less stressful than teaching. В конце вашего высказывания я советую вам сказать завершающую фразу. That's all I've got to say. Thank you for listening. Очень важно, чтобы вы максимально продуктивно использовали те полторы минуты, которые вам дадут на подготовку. За эти полторы минуты вы должны решить, что вы будете говорить. Вам нужно выбрать два аспекта, в чем эти фотографии похожи. Два аспекта, в чем они различны. И выбрать, что вы предпочитаете и сказать почему. Очень важно, что вы это все сделаете за эти полторы минуты. Я желаю вам удачи. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Оставляйте ваши комментарии внизу или по почте. And I'll see you soon. Bye-bye.